Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня такое необычное название расклада. Сразу скажу, что расклад будет на одну позицию. Я его взяла у одного своего греческого коллеги, который очень много-много лет занимается от АРО, еще даже тогда, когда я сама избегала этого АРО. Но когда я увидела впервые этот расклад, расклад дракона, вообще сама выкладка, она меня прям как-то так это зацепила. Наверное, просто потому, что я и сама люблю драконов. И изначально я думала сделать расклад в формате руки, чтобы вы видели карты, как они выкладываются. Это очень красиво. Такое, знаете, изображение дракона в полете с открытыми крыльями. Но потом почему-то я подумала, что, ну, наверное, вы захотите меня видеть. Не все же коллеги смотрят меня. Но есть люди, которым просто интересно. Что это за расклад? Он направлен на анализ ситуации. Что это может быть за ситуация? Вы выбираете сами для себя. То есть здесь я не буду обозначивать сферу. Просто какая-то очень важная ситуация, в которой вы хотите разобраться и понять. Мы будем считывать энергии. Потому что, конечно же, на общую такую большую аудиторию найти решение, какое-то вот общее решение будет сложно. Но энергию все-таки попробуем почитать и посмотреть. Почему расклад я буду делать на одну позицию? Потому что просто он большой, в нем много достаточно вопросов. Это будет занимать много времени. У меня летом вставили вот эта вот колода Тару неба и земли. Это вроде бы не реплика, а подлинник. Но летом почему-то карты склеиваются. И только в этой колоде. Интересный такой момент. Итак, ладно. Давайте приступим, посмотрим, что и как. Сначала я выложу карты. Вообще интересно было бы. У нас будет 13, значит, карт. Сначала думала, может быть, выложить все. А потом, наверное, так и сделаю. Сначала сделаю выкладку. А потом буду интерпретировать. Значит, первая, вторая, третья. Причем даже вот так по диагонали, потому что все не полезет. Третья. Четвертая карта и хвост дракона. Ага, вот так, наверное. Так, первая, вторая, третья. Четвертая, пятая. Здесь у нас, значит, свет, тьма. Так, здесь крыло, крыло. И так, десятое, одиннадцатое. Голова. И один глаз, и другой глаз. Наверное, я правильно, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать карт. А те, кто покупал у меня дневник раскладов, этот расклад есть. Кто еще не знает, если вы коллега, вот, то у меня есть дневник раскладов. Четыре. У меня есть дневник раскладов, и я его, кто его покупает, да, приобретает. Там есть готовые расклады с готовыми вопросами, и я их периодически пополняю. Поэтому коллекция ваша тоже будет выполняться по мере того, как я буду дополнять туда другие расклады. Вот. Кому интересно, в описании к этому видео есть ссылка на мои услуги. Зайдите, посмотрите, что есть, да, какие курсы есть. Меня недавно спрашивали про индивидуальную консультацию. На всякий случай напомню, что я уже не провожу индивидуальные консультации, да, только вот такие общие расклады. И я свой акцент сделаю больше на создании курсов, вот, нежели индивидуальную работу. Так, ну, наверное, много наговорила. Давайте мы все-таки приступим. Значит, первая карта нам говорит, о чем вы думаете, да, что хотите получить по отношению той ситуации, в которой вы находитесь. Умеренность, да, что вы думаете и что хотите получить по отношению к той ситуации, в которой вы находитесь. Знаете, ваши мысли о том, скорее всего, что пока ничего особенного не происходит в вашей жизни такой, да, ничего не развивается. Выпадает аркан умеренности, говорящий о том, что все течет как-то своим чередом. Ситуация, она вроде бы и движется, но движется очень медленно, да, и преображение, которое происходит в вашей жизни касательно той ситуации, которую вы рассматриваете, они больше внутренние, нежели внешние. То есть внешне может казаться, что ничего не происходит, но все так достаточно умеренно, спокойно, комфортно. Что вы думаете? Вы думаете, скорее всего, в данный момент, что вот вам так пока хорошо, что вас так пока устраивает. Есть в этом какой-то, вы знаете, некий такой баланс, и то ли здесь нужно время для того, чтобы восстановиться и как-то включиться в этот процесс, и дальше его развивать, эту ситуацию, но однозначно пока вот это вот ощущение, что не время, либо, знаете, есть такое ощущение, что вот мне и так хорошо, мне и так спокойно, вот. Вот, и вот что-то пока менять я, ну, не готов, не готова. Какие преграды есть на данный момент вот в этой ситуации? Так, выпадает по шкупку. Смотрите, какие проблемы, да, какие преграды? Ну, во-первых, преграда может быть напрямую связана с детьми, либо здесь преграда может быть эмоционального плана, но она такая небольшая, то есть сказать, что какие-то вот внешние факторы, да, влияют, я не могу сказать. Здесь, скорее всего, ваше состояние такой, знаете, небольшой неуверенности, да, какие-то, может быть, эмоции. Давайте я уточню, здесь какие-то эмоции останавливают, сила, аркан силы. Здесь, знаете, здесь не то, чтобы страхи вот прям какие-то большие, да, а здесь, скорее всего, какие-то недостаток, вот недостаток энергии. Не случайно я скажу, что ваша ситуация сейчас заключается в том, что пока меня все устраивает, так как нету внутреннего какого-то отклика на то, что вот что-то нужно сделать, и это связано с тем, что идут какие-то внутренние трансформации, потому что у нас выпадает аркан силы и, великие арканы, и аркан смерти, да, то есть внутренние какие-то изменения, но эти изменения, они естественного какого-то такого формата, то есть это не то, что новое, да, что-то такое внезапное в вашу жизнь внедряется, это завершение, вот такой, знаете, как бы так сказать, переходный этап, но естественный, то есть что-то одно отмирает, как будто бы в связи с временем, да, вот прошлое, оно проходит, и вот нужно время на то, чтобы вот это вот прошлое каким-то образом завершилось. И пока это происходит, вот здесь такое ощущение, что я никуда не тороплюсь, и поэтому энергии как таковой, да, и силы как таковой сейчас не очень-то есть, и поэтому, возможно, возникает вот это вот ощущение, что я пока не уверен, что мне это надо, да, либо внутреннего какого-то отклика нету, либо это все вот находится пока на этапе каких-то вот задумок, может быть, мыслей, то есть это все пока на начальном этапе, вот, ну, вроде приходят такие эмоции, желания, что да, хорошо было бы, но они такие легкие, они не глубокие, это не то, что вот то, чем вы загоритесь и пойдете двигаться, ну, двигаться дальше к решению своей ситуации, поэтому преграды как таковые являются в принципе в вашем состоянии эмоциональном, то есть вы пока еще и, ну, не готовы, давайте так скажу. А в чем корень проблемы, которую мы рассматриваем? Десятка кубков, здесь может быть двояко, то есть с одной стороны корень проблема, ту, которую вы рассматриваете, она может быть связана с тем, что вам действительно сейчас пока хорошо, пока вас все удовлетворяет, вы менять как-то не хотите эту ситуацию, да, то есть вот счастье, полные кубки, десять, меня все устраивает, меня все удовлетворяет и все хорошо, либо наоборот это может быть противоположность, то есть корень проблема в том, что я стремлюсь именно к этому состоянию наполненности, удовольствия, целостности. Давайте-ка я уточню. Король кубков и аркан суда. Здесь может быть корень проблемы, он идет из прошлого и из вашей семьи каким-то образом. То есть это не новая ситуация, вот то, что сейчас вы рассматриваете, эта ситуация, она идет давно. У некоторых она идет из семьи, либо имеет отношение какое-то к семье. Да, коммуникации, именно взаимодействие с семьей, какие-то вот именно притирки по поводу того, чтобы идти дальше. То есть здесь как-то корень проблемы именно в семье. Хорошо, следующий вопрос. В данный момент влияние внешних сил на вас. Вот здесь вот краски мы рассматривали, что мы посмотрим, как влияют внешние какие-то факторы силы на вас. Ну, девятка педакли достаточно позитивны, я могу сказать, так как они вас мотивируют на то, чтобы вы стали более такой, знаете, самостоятельным, более самостоятельным человеком, хорошо стоящим на ногах. И вот здесь вот как будто мотивация к чему-то хорошему, к некой такой, знаете, независимости, самостоятельности, зрелости. Плюс ко всему, к накоплению опыта и вот в дальнейшем создания какого-то такого хорошего фундамента. Как еще влияют внешние силы на вас на данный момент? Семерка педакли. Видите, внешние силы тоже заставляют вас как-то подождать немножко. И вот в этот момент, пока вы ожидаете, пересмотреть то, как вы взаимодействуете с той ситуацией, либо в той ситуации, где вы, возможно, отдаете больше, а получаете меньше. Вот здесь вот как будто бы, знаете, надо вам пересмотреть ресурсы. И вот ситуация, то, что было связано с семьей, видимо, какие-то сценарии вы брали из семьи. То есть так один из ваших родителей поступал, как поступаете вы сейчас. Вот вся внешняя ситуация, она заставляет вас сделать анализ вашего происходящего. То есть как будто бы, знаете, внешние факторы дают вам время на то, чтобы вы сами задумались на то, на тем, что вам действительно нужно сейчас. Чтобы вы определились в этой ситуации, что вы хотите, что вам нужно. А здесь вот ощущение того, что пока мне ничего не нужно. То есть я даже и определяться не хочу. Меня пока вот так вот все устраивает. Неважно, если даже это какая-то ситуация не очень приятная. Пока здесь ощущение того, что мне так комфортно. Даже если присутствует какое-то неудовлетворение, все равно есть какая-то вторичная выгода, которая говорит, что вот пока оставим так, как есть. Потому что в этом есть какое-то зерно именно пользы. То есть даже вот это вот состояние некой ленности, оно тоже нужно для того, чтобы просто восстановить свои силы. То есть иногда не нужно ничего делать. А для восстановления вот просто нужно на какое-то время отстраниться от ситуации и бездействие. Бездействие, оно сохраняет вам вашу энергию для того, чтобы пополнялись ваши ресурсы. Хорошо, смотрим хвост нашего дракона, вещи, скрытые в тени. То, что пока вы не можете увидеть. Ну вот выпадает дьявол, пока вы не можете увидеть. Пока вы не можете увидеть именно этого дьявола, который скрывается в мелочах. Что он нам несет, этот дьявол? Ответственность, трудность, тяжесть. Смотрите, и выпадает аркан башни. То есть пока вы не видите того момента, как можно то ли облегчить свой вот этот вот путь, да, какие-то обязательства, которые вы взяли на себя, либо какие-то трудности. То есть здесь такое ощущение, вы как будто бы не видите пока, как может эта ситуация завершиться. Причем даже не сама ситуация, а ваше отношение к этой ситуации. Здесь вот какое-то бремя есть, которое не дает вам в полной степени получить удовольствие и закрутить колесо фортуны в позитивную какую-то сторону. Найти вот внутреннее какое-то примирение с самим собой. То есть пока нет этой возможности дьявол. Знаете, вот иногда мы говорим о том, что я пока не знаю, как решить эту задачу, да. Вроде бы я рассматриваю и все составляющие этой ситуации, но как-то прийти к какому-то единому мнению я не могу. Такое ощущение, что вот здесь как... Не то, что не хватает какого-то компонента, а пока вот не время. Хочется сказать, что пока еще не время. То есть надо выжидать как-то подходящего момента, чтобы в нужное время вот ситуация как-то прояснилась. То есть пока решения и очищения этой ситуации вы не видите. Дьявол вам не готов пока еще показывать. Очень важно, видимо, еще побыть, повариться в этой ситуации в таком формате, в котором она сейчас находится. Так, смотрим следующее. Свет, да. Ваше желание касательно этой ситуации. Туз Кубков. Ну, смотрите, здесь вы действительно хотите, знаете, разрешение, потому что именно вашу пользу так, как вы хотите. То есть для кого-то это может быть действительно состояние любви, наполненности, а для кого-то очень важно прийти, знаете, здесь такое чувство, довести до состояния кипения всю эту ситуацию. То есть довести ее до такого момента, когда она не разрешится, уже не может. Да, то есть когда начинает вода кипеть, нету возможности как-то вот прекратить это. Потому что какой-то естественный процесс. Если ставишь кастрюлю с водой на огонь, ясное дело, что в какой-то момент она дойдет до своей точки кипения. Вот здесь вот как будто бы, знаете, хотелось бы, чтобы было вот это разрешение, но при этом не то, чтобы вы как-то прикладывали к этому усилия. А здесь она, знаете, вот когда мы говорим эмоции нашей копятся, 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 и в какой-то момент происходит взрыв, да, то есть дошли до самого предела. Вот здесь вот такое ощущение, что вы хотите, чтобы вся ситуация дошла до предела, а потом оно каким-то образом прояснится. Неважно в какую сторону, в плюс или в минус, она разрешится. Вот такое ощущение, что вы ждете как будто бы вот этой вот ситуации, ее разрешения. Да, для того, чтобы получить свое желаемое. Здесь король пендаклей, да, то есть для кого-то, если важна личная жизнь, да, то вот выстраивание отношений, например, да, более какие-то официальный какой-то статус. Да, если это, например, касается ситуации работы либо партнерства, да, то возможно, чтобы пришло разрешение от вашего партнера, либо от начальника, от хозяина, человек, который имеет отношение к вашим деньгам, да, чтобы как-то вот разрешилось. Если это вообще нейтральная какая-то тема, да, то вы хотите, чтобы она разрешилась, этой ситуации, и в дальнейшем вы смогли выстроить какой-то, вот знаете, свой фундамент на долгосрочной основе. Чтобы вот это вот ваше израненное сердце, да, сколько по тройке мечей, чтобы оно уже завершилось, и мы пришли к четверке жезлов, к некой такой стабильности. Здесь вот действительно человек, неважно, чего касается эта ситуация, хотим разрешения, потому что вот может быть уже где-то в каких-то моментах я на грани эмоций, и вот когда мы доходим к какому-то пороговому состоянию, у нас происходит как такое некое, знаете, обезболивание, да, то есть боль, она находится на самом своем пике, на самом пределе, что я уже ничего не чувствую. Иногда бывает, как какие-то, например, в теле какая-то часть болит так сильно, и если это вот прям долго-долго-долго, у меня уступает такой момент, что ты уже не можешь определить, в какой части тела у тебя что-то болит, у тебя ощущение, что вот все тело живет, что вот тело стало превратилось в одну единую боль. И здесь уже не важно, как снять эту боль, важно, чтобы общее состояние пришло в норму, да, вот здесь как-то такое, то есть поэтому эта кульминация должна произойти, и тогда все стабилизируется. Здесь вот акцент именно на этой кульминации почему-то, прям на пике боли какой-то. Так, это было ваше желание касательно ситуации. Теневой аспект этой ситуации смотрим. Теневой аспект. Ну, теневой аспект девятка жезла, да, то, что касается вашего прошлого, то есть то, что вы как-то не видите, не замечаете. Возможно, какой-то шанс. Шанс был на проживание кризиса, то есть как урока некого. Здесь как будто бы, знаете, вы проходили кризис того, что желали в этой ситуации победить любой ценой. И вот в этом был какой-то кризис, что не совсем такое, знаете, как будто бы здоровое ваше решение было. То есть если это касается другого человека, здесь чисто эгоистичные такие моменты, что вот я хочу, я это получу, не считая, не считаясь мнением, например, другого человека. Вот, и это вот такая вот ваша позиция, она не дала того результата, которого вы хотели. И вам был дан период на то, чтобы вы пересмотрели такой подход, то есть вот немножечко эгоистичный. Это кризис, он был такой, знаете, вот обучающий, да, я бы так сказала. То есть шанс, который вам давался, он нес под собой вот этот вот такой вот болезненный немножечко урок, чтобы вы посмотрели, где в каких моментах вы поступаете достаточно эгоистично, где вы закрываетесь от того, чтобы вот как-то, знаете, выстраивать поступательно и взаимодействовать с людьми как-то поступательно. Возможно, здесь вот это вот желание одержимости, да, по пятерке мечей, того, что я хочу получить то, что я хочу. И причем, знаете, желательно, чтобы это было вчера. То есть вот где-то поторопились. И вам здесь подсказывают, что есть моменты, когда в каких-то вещах торопиться не нужно. Это не самый хороший советчик, да, что вот иногда надо выстраивать поступательно. То есть если, допустим, вы устраиваете отношения, да, то мы не торопимся как можно больше времени проводить с людьми, с тем человеком, который нам нравится. А вот, знаете, просто делаем акцент на качество проведенного времени друг с другим человеком. Не столько на количестве, сколько на качестве. И либо если это касается финансов, либо профессиональной сферы, да, то здесь вот желание получить результат очень быстро. А вам говорят, что вам какой-то вам нужно смотреть на перспективу, да, что то, что ты хочешь, ты это можешь получить, но не сейчас сразу. А если ты будешь поступательно работать, и вот медленными шагами, шаг за шагом по рыцарю жезлов, ты придешь к тому, к чему ты хочешь. Здесь просто нужна такая, знаете, выносливость и терпение. А вы, скорее всего, хотели достаточно быстро получить то, что вы хотели. Вот. И исходя из этого, вот вы пришли к девятке жезлов, да, когда набили шишки и шишек и закрылись. То есть непонятно вам в данной ситуации, почему все так произошло, что поспособствовало тому, что вы закрылись. Здесь, скорее всего, скорость. То есть вы не получили быстро желаемого вами результата. Следующая карта – это светлое крыло дракона. То, что привело, то есть светлая часть, да, то, что привело вас к той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. Кажется, то, что я и озвучила, да, рыцарь жезлов. Спешка. Спешка, и причем, знаете, вот, вот, спешка такая достаточно позитивная, потому что жезла, они все, вся масть такая позитивная. Но иногда вот за этой, за этим позитивизмом, да, здесь не то чтобы розовые очки, но мы как будто бы не осознанно не замечаем, то есть нам так хорошо с человеком, что мы как будто бы и не видим теневые какие-то аспекты, да, то есть какие-то недостатки этого человека, если мы говорим про человека, например, ситуацию, да, либо если мы говорим в общем про ситуацию, то здесь ощущение того, что где-то мы торпились, где-то мы хотели получить достаточно быстро и не видели подводных камней, да, в силу вот такого, знаете, бывает иногда такое воодушевление, и мне так хорошо, и вот мы зажигаемся, иногда, допустим, если вам предлагают работу, вы долгое время не могли ее найти, вроде бы вас все устраивает, вот, мы не стараемся искать какие-то подвохи, а вот мы, ой, как хорошо, это и самая идеальная для меня работа, либо, ой, это самый идеальный для меня человек, и вот мы, знаете, вот на каких-то таких позитивных эмоциях, без здравого рассудка вступаем либо в работу, либо в отношения, и быстро-быстро, да, это вот познакомился, да, и сразу быстро свадьба, то есть, ну, вот здесь такие моменты тоже, может быть, еще человека не узнал хорошо, не-не, это мой вот самый такой идеальный. Так, это мы смотрели с вами светлое, да, крыло дракона, то, что проявлено, а теперь смотрим то, что не проявлено в этой ситуации, да, а не проявлено как раз-таки вот десятка пендаклей, да, то есть для кого-то это может быть не проявлена вообще вся система, вот здесь вот ощущение того, что вы как будто бы полностью всю ситуацию не видите, да, целиком, как она действительно устроена, то есть не проявлены какие-то моменты, моменты, возможно, связаны с финансами, возможно, не проявлены моменты, которые показывают вам, на чем выстраивать фундамент, то есть, например, если это тема отношений, то здесь не проявлен момент именно понимания формата взаимоотношений, то есть это отношения, там, я не знаю, дружеские, либо это легкие отношения, либо это просто встречи, либо это на перспективу будет семейные, то есть вот здесь вот не совсем проявлен этот момент, если не касается отношений, то здесь не проявлено, может быть, понимание того, как взаимодействовать с деньгами, да, либо как увеличить свой доход, либо как... Сейчас, секунду. У меня такое ощущение, что вот не проявлена вся картинка, нету опоры, нету корней, потому что на десятке пендаклей все-таки изображено древо жизни, да, и нету именно вот этого состояния, когда корни проросли, когда, вот знаете, какая-то стабильность, надежность нету, здесь как раз-таки это стояло рядом с девяткой жезлов, может быть, какой-то вот, какие-то сценарии прошлого, да, когда вот не получалось выстраивать что-то такое, на что можно опереться, да, вот какой-то вот опоры, постоянства не было, ну и система как таковой. Это не проявлено. Хорошо, дальше, какие вещи или ситуации у вас были в прошлом, ну вот касательно того вопроса, который мы рассматриваем. Четверка пендаклей. Знаете, какая-то стабильность, что это за стабильность? Ну, возможно, был какой-то, императрица, возможно, был какой-то статус, да, то есть в прошлом были какие-то стабильные, может быть, отношения, брачные в том числе, либо о вас было заявлено как об официальной женщине, да, если вы женщина, либо здесь в прошлом было влияние материнской какой-то фигуры, либо в прошлом, знаете, были какие-то успехи в финансовой, да, например, сфере, вот, были победы, как говорится, неважно на каком поприще, но при этом в какой-то момент была утрата, и вот вы как будто бы старались, ну, сохранить то, что имели, например, если это касается финансов, да, то в прошлом были как периоды, когда было много денег, вот, а сейчас вы вынуждены экономить, да, сейчас, например, вы вынуждены сохранять то, что имеете, либо здесь взаимодействие с другими людьми, да, то есть раньше, допустим, с вами как-то считались, наобращали на вас внимание, вот, как-то вас ценили, а сейчас, например, наступил такой момент, что вам приходится, да, как-то вот убеждать людей в чем-то, но однозначно в прошлом момент показывается, когда было что-то много, либо что-то развивалось, развивалось, а потом вдруг стабилизировалось, почему? Потому что не пошли в новое, не было каких-то перемен, да, то есть нужно было как-то как переродиться, да, после четверки Пентакли, надо было как-то дальше двинуться в развитие, а то ли не захотели, то ли испугались, то ли, ну, вроде бы все устраивало, зачем дальше двигаться, то есть здесь вот как будто бы движения не было, либо вы не могли услышать подсказки того, куда вас ведут, да, и вот как-то в ситуации остановились, не было развитие, что вы проживаете сейчас в данной ситуации, ну, вот, восьмерка Пентакли, смотрите, здесь так интересно, очень много Пентакли выпадает, да, кубки и Пентакли, интересные такие моменты, что вы сейчас проживаете, сейчас проживаете свое какое-то мастерство, либо какую-то свою рутинную жизнь, да, если вы, например, не работаете уже, да, то жизнь ваша выстроенная, так, ну, рутина, в принципе, одно и то же, ничего не изменяется, но при этом вас удовлетворяет, я не могу сказать, что вот как-то вас наполняет эмоционально, но вам нравится, да, вам нравится, если вы работаете, то сейчас полностью сфокусированы именно на заработке, на оттачивании, возможно, своего мастерства, что еще сейчас вы проживаете, ну, вот император, я говорю, стабильность, но при этом, знаете, вот по Пажу Пентакли, здесь может быть какой-то вот ответственность, да, вы несете за своих детей, да, занимаетесь как-то детьми, либо задумываетесь уже о том, что нужно что-то новое, да, вот что-то новое готово привнести, да, чему-то новому готово учиться, но в профессиональной сфере, но в профессиональной сфере, но в профессиональной сфере. Либо, если мы говорим в контексте саморазвития, то здесь уже люди понимают ценность себя и готовы работать над этим, да, то есть вы выстраиваете уже границы, уже больше появляется в вашей жизни уверенности, можете отстаивать себя, понимаете уже что хотите, да, как-то вот здесь появляется уже силы, помните, вначале я говорила, что сил как будто бы нет, а вот здесь именно касательно профессиональной сферы, либо именно ценности себя, то есть возможно вы работаете над пониманием, насколько вы как человек важны сам себе в первую очередь, что вы из себя представляете, да, вот здесь вот как будто бы заново смотрится на себя уже по-другому, уже вам здесь как будто бы, знаете, не страшно что-то сказать другому человеку, высказать свою точку зрения, уже получается больше убеждать других людей в своих каких-то мнениях, вот здесь уже как-то вот прочно человек стоит на ногах, уверенно, так, что мы смотрим сейчас, ситуация вообще как общий мотив расклада, это у нас будет левый глаз, да, общая ситуация, общая ситуация сейчас, да, то, что вот видят глаза дракона, это восьмерка мечей, то есть общая ситуация говорит о том, что пока я не вижу, в принципе, подтверждается, да, нашим дьяволом здесь, говорит о том, что пока я не вижу выхода из ситуации, да, пока я вижу некую такую тупиковость, да, и невозможность двигаться дальше, но при этом я об этом думаю, здесь как-то вот планирую что-то, может быть, да, и жду вот подходящего времени по Тузу Жезлов, для того, чтобы прийти к королеве Педакли, да, для того, чтобы, у меня такое ощущение, что здесь вот прям две темы, либо эта тема, связанная с финансами, рассматривается, да, потому что королева Педакли, вот, и у нас здесь вот выходил, кстати, что, что из прошлого идет, да, вот этот вот король Педакли, здесь как будто бы пара, здесь парность какая-то парность, когда есть общее какое-то дело, да, либо как-то вот вы взаимодействуете с человеком, либо с людьми, но по неким таким договоренностям, когда есть некая такая общность, то есть здесь не имеется в виду брак, да, муж и жена, а здесь именно партнеры на бытовом таком уровне, то есть если даже это и парность, да, муж и жена, то вот велика вероятность, что очень много лет вы вместе живете, потому что здесь уже присутствуют такие, знаете, качества, как уважение, да, как, там, терпение, взаимопонимание, то есть вот здесь что-то такое, либо вы наоборот хотите выстроить свои отношения, если вы еще не в браке, да, которые вот имели бы свой базис именно вот на таких, не на эмоциях, а уже на чувствах на более таких глубоких, если это не касается парности, да, то здесь вот возможность как раз-таки приумножить свою какую-то финансовую сторону, да, то такое ощущение, что вот возможно не хватает здесь именно финансов, и вот как будто бы ищите этот шанс, да, это какое-то вот предложение на то, чтобы как можно увеличить свой финансовый заработок, вот, и теперь смотрим, значит, правый, да, правый глаз дракона, общая ситуация, вот, тройки кубков, ну, смотрите, с одной стороны у нас идет восьмерка мечей, да, то есть в голове я ищу выход, и как-то вот у меня не получается его найти, вот, а с другой стороны что видит наш дракон? Необходимость, знаете, как-то вот легко проживать жизнь, да, и король мечей выпал, и аркан солнца, обновить свой подход к жизни, то есть с одной стороны, да, я думаю о том, как бы мне решить задачу данную, а с другой стороны хотелось бы не то, чтобы легко ее решить, а как-то, знаете, по-другому, более проще, да, вот как-то уже не хочется заморачиваться, не хочется утяжелять вся ситуацию, не хочется как-то вот вот этих вот моментов, когда сам себе осложняет жизнь, хочется какой-то вот более проще, более проще смотреть на жизнь, ваше восприятие, да, как будто бы, возможно, не хватает действительно просто общения такого, знаете, легкого, беззаботного, какой-то коммуникации, усталость, усталость, присутствует, да, усталость от каких-то переживаний, волнений бесконечных по девятке мечей и рыцарю кубков, хочется, хочется как-то по аркану звезды, ощущение того, что если это касается профессиональной сферы, хочется уже, знаете, просто заниматься делом, делать то, что вот я хочу, то, что меня наполняет, то, что меня воодушевляет, если это не касается профессиональной сферы, то здесь вообще не хватает, может быть, вашем окружении людей, которые бы вас вдохновляли, которые бы воодушевляли и мотивировали как-то, да, на что-то, может быть, поддерживали каким-то образом на дальнейшие действия, да, вот здесь общая энергия, состояние души, такая, знаете, с одной стороны хочется какой-то легкости, вот присутствует свет, я не могу сказать, что вот здесь вот прям все так темно и мрачно, нет, здесь скорее всего какой-то вот просто этап, когда, сори, аж подавилась, секунду, здесь такое ощущение, что вот этап, когда, я говорила в самом начале, да, по аркану умеренности, когда вас все удовлетворяет, здесь вот это вот чувство, что я просто хочу жить, причем без каких-либо целей, без каких-либо там, я не знаю, трудностей, сложностей, не то, что вот усталость, а такое, знаете, вот ощущение, как будто бы, вот как лесник, да, либо егерь, каждое утро просыпается, обходит территорию, за которую он ответственен, да, и вот он делает это с удовольствием, он никуда не спешит, да, то есть вот здесь такое же ощущение совершать те действия, которые вы делаете без каких-либо изменений, но делать это достаточно в спокойном таком формате, да, чтобы не было суеты, чтобы побольше можно было как-то наслаждаться моментом, вот уже нету вот этой, знаете, спешки, да, как у 20-летней, да, куда пойдем вечером, пойдем потусим, я не знаю, в какой-нибудь бар, здесь уже не про это, здесь уже на вопрос, куда пойдем потусить, ответ будет, а можно вот так вот на природу и в тишине, да, либо желательно в какой-нибудь группе помедитировать, либо заняться йогой, либо послушать просто как по их птичке, вот такая, такого формата тусовка, да, которая наполнена больше на наслаждение и удовлетворение своей души, поэтому здесь даже понимаете, здесь не то, что есть какие-то трудности, сложности в самой ситуации, а здесь вот ощущение энергии вашей души сейчас, что она как будто, вы знаете, вот перерождается гусеница, которая превратилась в кокон и она просто выжидает нужного момента, да, потом будет активность, да, потом будет превратиться в бабочку и будет уже другая жизнь, а сейчас вот как будто бы хорошо, да, да, я понимаю, здесь вы знаете, вы как состояние некого такого наблюдателя, я наблюдаю за жизнью, я вижу, какие процессы происходят, да, если там что-то негативное либо что-то позитивное, но вы в это не включаетесь, здесь вот ощущение такой, знаете, абстрагированности и некого такого состояния расслабленности, это очень напоминает, знаете, когда человека разморило, вот он после еды много поел, солнышко, тепло, и вот никуда не хочется идти, знаете, так разморило, вроде бы я и готов поспать, но и вроде бы рано еще, да, чтобы отойти ко сну, и вот это вот такое состояние видоизмененное, когда не трогаете меня, да, меня вроде бы все устраивает, и не важно, что там чего-то не хватает, да, я это знаю, да, я это в курсе, но сейчас я не готова, здесь даже не то, что идет какая-то опустошенность, а просто нету внутренней готовности что-то делать, такое вот, у меня у самого сейчас такое, знаете, вот от расклада такое ощущение, что вот оставьте меня, и я засну, даже не просто, не для того, чтобы поспать, а вот это вот, знаете, вот состояние дрема, когда бывает днем, минут там, я не знаю, 10-15, вот даже в сидячем положении, да, просто прикрыл глаза, вот чисто подремать, и пускай весь мир подождет, и вот эти вот 15 минут, и ты вроде бы просыпаешься, ты не спал, это какой-то вот такой легкий сон, но с другой стороны, вот есть вот эта вот наполненность, как будто бы тело перезарядилось, перезагрузилось, и уже есть готовность двигаться дальше, да, вот здесь вот что-то такое, поэтому какие-то трудные сложности в этой ситуации, неважно, какое вы загадали, я не вижу, здесь не внешние факторы, а здесь скорее всего вот это вот ваше состояние, некое такое, знаете, амебы, в которой есть заложенная программа уже, да, во что это все превратится, но при этом грузится, как мне это показывает, да, программа грузится, я еще не загрузила, грузится, вот ты сидишь в ожидании, вот такой был расклад, не знаю, насколько он вам понравился, и насколько он дал вам возможность рассмотреть ситуацию, либо понять, разобраться, что и как, вот, но мне показался он достаточно интересным, вот, кто хочет его увидеть, еще раз скажу, для коллег, да, по ссылке переходите, внизу мои услуги, есть дневник раскладов, приобретаете, этот расклад, он есть, вот, здесь вот вижу, педакли много и кубков, прям две масти, две стихии, которые очень хорошо между собой сосчитаются, мать и дочь, земля и вода, а я с вами прощаюсь, до следующего расклада, всем пока-пока, с вами был Игорь Негода.